Дорогие друзья, сегодня у нас вечер и тема и повод этого вечера календарь. Несколько дат, две даты, три даты, о которых мы сегодня с вами вспомним. По порядку. 2 августа в Москве на Новодевичьем кладбище похоронили писателя Фазиля Искандера, который скончался на 88-м году жизни. И мы покажем вам небольшую видеозарисовку, а потом представим вашему вниманию два отрывка из его произведений. Первый Софичко и второй, ну мы называем его пресс-конференцией, а вы сами увидите, что это такое. Искандер, проживший всю жизнь в Москве, родился на Кавказе в Сухуми и остался верен своему детству. Поэтому мы и выбрали первый наш отрывок для показа Софичко. Не удержусь и прочитаю вам одно из его стихотворений. Хочу я в горы, в горы, в горы, где молодые облака рождаются у ледника, а не в беде ищу опоры. Мне жизнью были эти горы, мне снятся влажные луга. Хочу туда, где водопад летит, как брошенный канат, качаясь на лету, где, как раздавленный гранат, закат течет по льду. Туда, где лавровишен грозди, глаза чумазы искосив, глядят без робости в обрыв, где пастухи играют в кости на камне, бурку расстелив. А дым бродяжи невесомо клубиться, обживая кряж, знакомы с измольства, знакомы ста крат родней родного дома, пропахший ельником шалаш. Там над огнем, стекая с жиром, с шипением, каплют на дрова круги задымленного сыра, тяжелые, как жернова. Там пастухи, коров мычащих, и вымя, как пудовый плод, по травам и цветам влачащих, к загонам гонят через чаще, через речной холодный брод. Друзья, я с вами, и без клятвы мы слово держим, как топор, а наши нервы крепче драквы, верны мы сердцем к сердцу гор. Я к вам приду, приду не в гости, пройдя охотничью тропу от мелкой дружбы, мелкой злости в большую трудную судьбу. И пусть дыша в лицо мне жарко, распахивая мордой дверь, на грудь мне кинется овчарка. Я узнал, лучшего подарка не надо, скручена цигарка, легко, спокойно мне теперь.